Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Необходимо отметить, что каждое движение руками или ногами в китайском кунг-фу требует соответствующей координации силы. Дыхание, как воздух, циркулирующий внутри тела, называется ци. Китайское кунг-фу, которое родилось из необходимости самозащиты, включает в себя гораздо больше, чем простое движение руками и ногами. Для выполнения каждого перехода требуется не только использование тела, рук, ног и глаз с точным и правильным применением силы, но и проявление всех своих интеллектуальных способностей. В Китае каждая из школ кунг-фу имеет свою историю и легенды. Нам трудно представить себе, что где-то еще в мире имеется боевое искусство с такой же богатой теоретической основой, с такой древней историей и глубоким культурным содержанием, как кунг-фу. Новички, которые только начинают заниматься кунг-фу, часто не ведают о его глубине и объеме. Прежде всего, надо выяснить, с чего лучше начать. Единственным и верным путем для их вхождения в загадочный мир боевого искусства кунг-фу могут стать так называемые по легенде секретные книги по кунг-фу-мастерству. Но на самом деле, эти секретные книги в основном состоят из рисунков, которые иллюстрируют кунг-фу-движение или описывают процесс эволюции той или иной школы кунг-фу. Они являются ценнейшим материалом по истории боевого искусства. Как же они впервые появились и как они сохранились до наших дней? В литературе по кунг-фу часто описывается, что люди, которые занимаются кунг-фу, готовы пролить кровь, чтобы приобрести эти тайные и бесценные рисунки и их трактовки. Некоторые люди считают, что в этих книгах заключена настоящая магия, способная за ночь превратить простого человека в супермена, в совершенстве владеющего кунг-фу и позволит ему быть общепризнанным лидером в Дьянь-ху. Национальный музей китайского кунг-фу в Шанхае является единственным музеем в Китае, который посвящен истории кунг-фу. Коллекции музея располагает и старинными книгами. Искрыты ли среди них те загадочные книги, которые содержат секреты кунг-фу? Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка suck можете видеть мliga книги. КОНЕЦ Согласно каталогу книг музея, записка о кунг-фу методах была написана во время династии Восточный Хань около 2000 лет тому назад, человеком по имени Пхан Гу. Эта книга, судя по всему, была первой книгой по кунг-фу. Однако, к сожалению, до наших дней сохранились лишь названия 199 частей этой книги, написанной во времена династии Хань. Тексты же книг, к сожалению, утрачены. Тем не менее, по названиям частей мы можем с большой вероятностью сказать, что эта книга, по сути, является одной из первых книг о кунг-фу. Но история Китая насчитывает более чем 5000 лет и кажется маловероятным, что кунг-фу зародилось лишь во время династии Хань всего 2000 лет тому назад. Не существовало ли кунг-фу в той или иной форме во времена династии Цинь и Хань? Специалисты уверены, что кунг-фу появилось задолго до династии Хань. Кунг-фу – это боевое искусство, сущностью которого является атака. И оно появилось как необходимость для защиты от нападения и для добывания пищи. Это кунг-фу родилось, возможно, от инстинкта человека нападать или защищаться. И тогда, когда инстинкты были переработаны разумом, появились первые истоки кунг-фу. На скалах есть рисунки доисторических времен, подтверждающие обоснованность этих предположений. Эти картины на скалах отображают сцены охоты доисторических людей, их боевые сражения и участие в культовых ритуалах. Эти примитивные рисунки, изображения нанесены красной краской, изготовленной из порошка железной руды и крови животных. Ущеные считают, что эти картины являются реальными изображениями охоты, войны и ритуалов жертвопритошения древних людей. В самом начале своего развития кунг-фу было тесно связано с обороной. Коллекция оружия, собранная в Шанхайском музее, рассказывает нам об эволюции видов оружия. В период династии Шан и Джоу, это 3000 назад, уже тогда появилось достаточно большое количество оружия из металла, которое использовалось в сражениях. Алебарда была тогда одним из пяти основных видов оружия. В тот период в битвах стали применяться боевые колесницы, поэтому необходим был высокий уровень боевых навыков. Как правило, битвы начинались со стрельбы из лука с большого расстояния. Потом наступала очередь боевых колесниц. Войны на колесницах приступали к сражению с помощью копья и алебарды. Поэтому большое значение имела стрельба из лука, навык управления колесницей, а также умение воевать оружием из металла. Согласно мнению ученых и исследователей, эти древние орудия того времени содержат богатую информацию о секретах кунг-фу и о том, как развивалось и изменялось кунг-фу. Начиная с периодов чхунг-чу, джанг-го, весны и осени и воюющих царств, кунг-фу начал трансформироваться. Стал брать на себя роль и нравственного воспитания. Около двух тысяч лет тому назад, в период воюющих царств, у входа школы группа студентов тренировалась в стрельбе из лука. Их учитель вышел из корпуса школы и взял в руки лук, и сразу же вокруг этого высокого человека собралось много людей. Это и был Конфуций. В школе, открытой Конфуцией, было не только обучение философии и поэзии. Конфуций также придавал большое значение боевому искусству. Основные предметы в школе Конфуция – шесть классических навыков. Ритуалы, музыка, стрельба из лука, управление колесницей, каллиграфия и математика. Как мы видим, из шести предметов два военных – стрельба из лука и управление колесницей. Изображение Конфуция в древних книгах отличается от того, каким мы его представляем сегодня. В исторических записках Сыма Чена Конфуция описывается как человек около двух метров высотой. Его рост очень впечатлял. И его даже называли длинным мужчиной. По сегодняшним меркам Конфуция имел, по крайней мере, 190 сантиметров роста и был очень сильным. В исторических источниках пишется, что он поднял вес более 150 килограмм до верхней части ворот столицы. Конфуция Конфуция был превосходным лучником и поэтому имел право быть учителем по стрельбе из лука. Сообщается, что его меткость была поразительная. Он мог попасть в летящую птицу. Вот почему, когда он хотел показать своим ученикам навыки стрельбы, вокруг него собралось так много людей. Конфуция рассматривала стрельбу из лука не только как часть боевого искусства. По его мнению, это имеет большое значение для нравственно-морального воспитания людей. Конфуция говорил, что настоящий мужчина никогда не должен легко идти на сражение. Но если борьба неизбежна, то пусть результаты их состязания определят, кто победитель, а кто побежденный. Стрельба из лука. Следующие ритуалы и церемонии. Вначале участники конкурса должны были поклониться друг другу в знак взаимного уважения, а после конкурса должны были вместе выпить чашку вина. Для Конфуция настоящим мужчиной являлся тот, кто может с достоинством признать свое поражение. И это вызывает еще больше уважения, чем победа. Признаком настоящего мужчины при поражении было сохранение хороших манер и почтения. Конфуций считал, что военная подготовка должна быть частью преподавания ритуалов. Это лучшее разъяснение китайского иероглифа «У», который означает «боевое искусство». Этот иероглиф состоит из двух частей, которые вместе означают «прекрати бой». В книге «Весна и осень царства У и Ю» есть глава «Женщина Юнюй о фехтовании», в которой описана впервые в истории Китая история фехтования. Юнюй была большим мастером по фехтованию во времена Чхунчу Джанго. Чиновник Фан Ли по приказу императора царства Юэ Гу Дзяня пригласил ее работать учителем для солдат. Когда Юнюй направлялась в столицу царства, ей встретился также известный фехтовальщик Юан Гун, который сказал, что Юнюй ему не соперник. И чиновник Фан Ли стал свидетелем необычного поединка. Соперники взяли в руки вместо мечей ветки деревьев. Сначала Юнюй уступала, но потом она неожиданным ударом попала в Юань Гуна. Юань Гун понял, что он не сможет победить Юню и сбежал. Впоследствии император попросил ее поделиться опытом фехтования. И Юнюй ответила, что в любом бою надо быть энергичным и уверенным в себе. Перед соперником надо держаться так, как спокойная женщина. Но когда начинаешь двигаться, то нужно быть таким сильным и энергичным, как тигр. Для победы важны энергия ци и спокойное состояние духа. Эту главу «Женщина Юнюй о фехтовании» можно по праву считать первым историческим документом, который посвящен теории кунг-фу. Но этот документ имеет и свои минусы. В нем приемы кунг-фу описаны лишь в общих чертах, без конкретных деталей. Может быть, это вызвано тем, что в тот период еще не было бумаги, и люди писали иероглифы на тонких и нешироких бамбоковых дощечках. Авторам было практически невозможно создать иллюстрации к книгам. Но были ли в династии Хан книги о секретах кунг-фу, которые содержали тексты и иллюстрации? Живописные картины на шелке, найденные в 1973 году в трех древних гробницах Маа-Ван-Дуэи, провинции Хоунань, удивили археологов. Когда ученые склеили вместе разрозренные части, то получилось, что на картинах появились образы людей в разных одеждах и в различных позах. Одни протягивали руки к небу или сгибали спины, другие исполняли движения, которыми до сих пор занимаются практикующие кунг-фу, когда исполняют движения верховой езды шагом перед нападением. Возможно, на этих древних картинах изображены тренировки кунг-фу. Содержат ли они какие-либо секреты кунг-фу, которые так ищут люди, практикующие кунг-фу? На картине мы видим 44 мужские и женские фигуры, молодые и старые. Некоторые из них полностью одеты, другие лишь частично. Они расположены в четыре ряда по 11 человек, лишь немногие с оружием, остальные же с пустыми руками. Образ каждого человека сопровождается едва заметной надписью. Книги по кунг-фу последующих поколений имели такой же вид отображения. Ученые приложили значительные усилия, чтобы разобрать смысл надписи. И они обнаружили, что каждая часть подписи имеет отношение к одному из восьми диких животных или птиц. Это ястреб, журавль, обезьяна, дракон, медведь и так далее. Но на самом ли деле эти люди имитировали движения животных? Но для чего они так делали? Мнение историков расходится по этому вопросу. Некоторые считают, что образы на картине являются основой по отработке навыков кунг-фу. И картины являются пособием по изучению кунг-фу движений, которые могут быть использованы во время реального боя. Но другие полагают, что скорее всего они отрабатывают методы тайного убийства. В конце концов специалисты пришли к общему мнению, что эта картина является учебником с иллюстрациями по преподаванию методов оздоровления организма. Позы, изображаемые на картине, тесно связаны с имитацией движений животных. Они помогают регулировать дыхание. В те времена считалось, что человек может стать таким сильным, как медведь, и таким быстрым, как птица. Поскольку эти животные живут долго, то с помощью имитации движения животных можно было достичь долголетия и даже бессмертия. Археологи называют такие иллюстрированные учебники справочниками. И такой справочник в виде иллюстрации с надписями на шелке является старейшим среди всех найденных. По нему историки могут установить, в какой период времени тот или иной справочник был сделан и используется ли все это для нападения и обороны или для укрепления здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Имитация движений животных – уникальное достижение древних мастеров кунг-фу. До наших дней сохранились такие необычные виды бокса, как бокс с имитацией движений обезьяны, журавля, тигра и богомола. И они имеют самую тесную связь с содержанием справочника из Маа Ван Дуэ. Это, пожалуй, главное, чем в наибольшей степени отличается кунг-фу Китая от традиционного боевого искусства других стран. В этом кроется причина сохранения преемственности кунг-фу в несколько тысяч лет. Вместе с колесом истории продолжим наше движение вперед. Пройдя периоды трех царств – династии Вэн, Цинь, Южной и Северной династии, и короткую династию Суй, остановимся в эпохе династии Тхан. Это самый славный период в истории Китая. Судя по археологическим раскопкам и найденным каменным статуям, оружием и изделиям из бронзы, можно отметить, что к тому времени боевое искусство достигло нового этапа развития. Однако, к сожалению, книг по кунг-фу, написанных во время той эпохи, не сохранилось до нашего времени. Это, возможно, потому, что им не уделялось должного внимания. Но, к счастью, приемы кунг-фу изображены много раз в литературных произведениях эпохи – династии Тхан. Великий поэт Липо писал, например, «С мечом в руках я странствовала по земле, Ночью гладя мой меч, Я читал стихи до рассвета, Когда меч будет превращаться в радугу на небе, Я буду в море убивать китов чудовищ». Мастер, женщина Хун Сян могла за одну ночь преодолеть 350 километров. Были случаи, которые описаны в рассказах о кунг-фу и в последующих периодах. Их называли трюки одинокой ходьбы в 500 километров, гоняться за ветром на 5000 километров, Навыки полета. Эти популярные в династии Тхан легенды о боевом искусстве Придали кунг-фу мифический и загадочный характер И оказали большое влияние на литературу по кунг-фу. С завершением династии Сун и Юан Китайская кунг-фу получила дальнейшее развитие. Книги о тайнах кунг-фу в реальном смысле слова появились в времена династии Мин. Первый правитель этой династии пришел к власти в 1368 году. Появились книги по кунг-фу, авторами которых были Подробно описываются особенности движений как с теоретической, так и с практической точки зрения использования. Присутствует и текст, и иллюстрации. Приемы и упражнения простые и могут быть использованы в повседневной жизни. Присутствует... Китайская кунг-фу, ко времени династии Мин и Цин, уже имела глубокую теоретическую основу. Книгу по кунг-фу, сохранившуюся до наших дней, иллюстрации к ним, найденное древнее оружие и различные связанные с этим памятниками культуры архивные материалы, помогают нам проследить историю развития кунг-фу. Многие считают, что именно эти артефакты можно назвать тайными книгами по кунг-фу. Но обладание книгами о тайных кунг-фу не делает человека мастером кунг-фу. Мы находимся сейчас в условиях простого доступа к информации. Нам нетрудно достать книги на необходимые нам темы. Кунг-фу является не только искусством, на которое смотрят с большим удовольствием. Это еще и трудный процесс преодоления человеческих пределов и возможностей. Поднимать выносливость до крайности понимается боевое искусство, которое называют твердым кунг-фу. Легендарные навыки – кулак железного песка, покров золотистого колокола, железная голова. Все они являются вызовом для предельных возможностей человеческого тела и духа. Под понятием «заниматься ци» внутри организма подразумевается ци, которая также существует в китайском кунг-фу. Видимое ци – это когда человек дышит, слышит и видит. А для того, чтобы понять, что такое невидимое ци, нужно включить воображение. Люди часто говорят, что мастер кунг-фу удерживает воздух в своем животе, или точнее, он дышит его лобковой частью. Что значит дышать лобковой частью? Это означает опираться на свой живот, тем самым увеличивая глубину дыхания. Дыхание легкими и животом позволяет действенно увеличить жизненную силу легких. Регулирование ци в организме помогает управлять настроением и контролировать жизненно важные компоненты человека, что полезно для физического и психического здоровья. Понятие ци в китайском кунг-фу имеет гораздо большее значение, чем просто дыхание. Оно включает в себя уникальные знания о человеческом теле, энергии, основных точках, каналах и нервных центрах. По сути, ци лежит в основе всех теорий кунг-фу. И хотя ци не видно, но по широкому признанию ци является источником очарования кунг-фу. Еще одно объяснение ци. Ци – это общение между практикующим кунг-фу и его телом, ощущениями. Это можно сравнить с разговором со своим телом. Оно является способностью ощущать и взаимодействовать со своей головой и конечностями. Набор движений кунг-фу – это комбинация непрерывных движений, нападения и обороны. Руки, ноги, глаза, тело двигаются, а энергия и жизненная сила проявляется. Выносливость тела сочетается с регулированием ци внутри организма. Это то, что отличает мастера кунг-фу. Равные значения придаются внутренней и внешней силе, а также самосовершенствованию. Но все то, о чем мы говорили и перечислили выше, только первый шаг. Мораль, нравственность, благородные качества – это то, что отличает мастера Дьянь-ху от простого новичка. Дьян Корректор А.Кулакова Со времен основания Китайской Народной Республики китайское правительство придаёт большое значение развитию традиционного китайского кунг-фу. Кунг-фу, наряду с другими видами спорта, включён в учебные программы многих спортивных вузов. По инициативе Национального комитета по спорту в 80-х годах был проведён общациональный опрос по отношению населения к кунг-фу. В результате этого были собраны ценные видеоматериалы, фотографии и письменные документы. Сегодня люди не только погружаются в мифические и фантастические истории о кунг-фу, историями, которыми покрыто кунг-фу на протяжении стольких времён. Люди, вооружённые новыми знаниями, начали с рациональных позиций исследовать, изучать роль и значение кунг-фу в мировой культуре. Китайское кунг-фу стало одним из символов традиционной китайской культуры. Вот почему в Шанхае был создан Национальный музей китайского кунг-фу, первый музей в мире, который посвящён исключительной истории и культуре китайского кунг-фу. 18 мая 2008 года, во Всемирный день музеев в Шанхае, стартовала серия тематических выставок с тысячами бесценных экспонатов, которые демонстрируют посетителям удивительный исторический путь развития кунг-фу, начиная от его истоков до наших дней. Посетителям предоставляется уникальная возможность проследить процесс этой эволюции, прикоснуться к её очарованию, почувствовать силу и красоту кунг-фу и пожелать ему процветания в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы смотрите Международный канал Центрального телевидения Китая на русском языке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok